Украина получила согласие от США на передачу зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны НАСАМС. Хочу поблагодарить президента Байдена за положительное решение, которое уже принято. И Конгресс США мы получили НАСАМС. Это системы противовоздушной обороны. Но поверьте, этого даже близко недостаточно, чтобы прикрыть гражданскую инфраструктуру школы, больницы, университеты и дома украинцев. НАСАМС – передвижной норвежский зенитно-ракетный комплекс. Его главное предназначение – борьба с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах. Эти оборонные системы еще больше усилят защиту Украины от воздушных угроз Пентагона. На сегодняшний день существует несколько модификаций зенитно-ракетного комплекса НАСАМС. «Хумраам» – американский аналог, который был создан специально для вооруженных сил США. «Сламраам» – еще один американский вариант, который был создан для морской пехоты. «Сламраам» – последняя разработка американской компании «Рисеон». Этот комплекс имеет повышенную дальность поражения и может использовать два вида ракет малой и средней дальности. Какого поколения ЗРК передали Украине – не уточняется. «Они – это где-то средней дальности. По-моему, самые дальние, что они могут бить – это до 30 миль. Насколько я понимаю, договорились о шести таких НАСАМС. То есть половина батареи, потому что полная батарея – это 12 НАСАМС». Эксперт уверен, этих ЗРК недостаточно, чтобы закрыть небо над Украиной. «Наверное, они смогут прикрыть ваше правительство, вашу Раду, может быть, генштаб. Но, опять же, это мои гадания. Опять же, мы не знаем, какие системы даны какого поколения – первого, второго или третьего». И настаивают на полноценной активизации Пентагона в военной поддержке Украине. «Пока что две, но договорились о шести. Ну, и в течение двух месяцев, вы сами понимаете, подсчитайте, сколько людей погибнет от российских ракет и бомбежек за эти два месяца. Вот цена этих двух месяцев. Это все должно было быть сделано в феврале этого года или даже еще раньше. Ну, хотя бы в мае должно было начаться, когда ландвиз был подписан. Теперь еще два месяца». Задержка связана с тем, что эти зарка не поступают из запасов США, а должны производиться и закупаться специально для Украины. В конце августа Пентагон официально заключил с производителем оружия «Ризиан Мейзилс и Эндефенс» контракт на 182 миллиона долларов на закупку «Зенит» на ракетных систем «Назамс» для передачи Украине. «Да, это защитит кого-то. Но, как ваш президент и сказал, это не защитит города, это не закроет небо, это не защитит гражданское население. Но в городах, не только в городах, да вообще нигде. Ну, потому что это чрезвычайно мало по сравнению с тем, как обстреливается и сегодня Одесса, и Николаев, и уж не говоря о Харькове». Украина семь месяцев просит закрыть небо, семь месяцев сражаться за свою землю, удерживая врага, не опуская его к границам Европы. Семь месяцев доказывает всему миру Украина в шесть раз меньше России, не боится воевать с ядерным монстром, но платит непомерно высокую цену за свою свободу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова